Автоваз и ТГУ создадут в Самарской области передовую инженерную школу. Это федеральный проект, цель которого обеспечить квалифицированными кадрами высокотехнологичные секторы экономики. О подведении итогов конкурсного отбора на создание передовой инженерной школы объявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Сегодня успешно действует 30 таких школ. Проект сразу доказал свою востребованность. В сентябре текущего года уже провели второй конкурс и участие в нем приняли целых 73 вуза страны. Президент Автоваза Максим Соколов отметил, что перед Автовазом сегодня стоит масштабная задача и по достижению технологического суверенитета в производстве существующего модельного ряда, и по созданию новых моделей, таких как «Лада Аура», моделей нового кроссовера и ряда электромобилей, которые тоже будут производиться в линейке продуктов Автоваза. Обращения жителей Самарской области, которые поступают во время прямых линий, будут отрабатывать специальные штабы. Поручение по их созданию дал губернатор Дмитрий Азаров. Напомним, всего по разным каналам связи, в том числе через социальные сети, на прошедшую прямую линию с губернатором поступило порядка 4000 сообщений. Дмитрий Азаров поручил министрам, а также главам городов и районов области самым внимательным образом отрабатывать каждое поступившее обращение. Четко проанализировать в разрезе отраслей, территорий, муниципалитетов поступившие вопросы, каждый из них взять на непременную, безусловную отработку. Особое внимание предстоит уделить и тем обращениям, которые поступят на прямую линию президента России Владимира Путина. Она состоится на этой неделе, 14 декабря. Мы сейчас создаем специальные штабы по отработке тех вопросов, которые уже поступили и которые будут поступать в каждом министерстве, в каждом муниципалитете. Губернатор обратил внимание на качество и скорость отработки вопросов. Она должна быть наивысшей, подчеркнул Дмитрий Азаров. В Тольятти отметят 30-летие Конституции Российской Федерации. Праздничные концерты запланированы на 12 и 13 декабря во всех районах города. Напомним, именно 12 декабря 1993 года была принята пятая Конституция в истории нашего государства. В отличие от других, приняли ее всенародным голосованием. Сегодня действующему основному закону государства исполняется 30 лет. На этой неделе в Тольятти заработают елочные базары. Приобрести главный атрибут нового года горожане смогут уже 15 декабря. Всего будет организовано 28 торговых проект.